Малиновый пирог 50 граммов сахара, 2 лимона, 50 граммов миндаля, ванильный сахар и подсолнечное масло «Олейка». Начнем с того, что в стакане блендируем растопленное сливочное масло с сахаром. Высыпаем примерно 3 четверти стакана сахарного песка и хорошенько взбиваем миксером. Крупинки сахара должны раствориться. Теперь вводим одно яйцо, затем второе и продолжаем взбивать. Аккуратно перекладываем массу в миску. В Англии главная кулинарная конкурентка малины – черника. Также они часто выступают в пирогах дуэтом. Но у нас эта ягода не слишком популярна, поэтому сконцентрируемся исключительно на красной красавице. Блендер далеко не убирайте, нам нужно измельчить миндаль, но прежде всего необходимо избавиться от шкурки. Почему? Потому что она придает нашей выпечке неприятную горчинку. Перекладываем миндаль в чашу для блондера и измельчаем, но не в муку. Должна остаться такая фракция, чтобы чувствовалось на зубок. Вводим в смесь орехи. Теперь берем лимон, натираем бока и вводим цедру в миску. И это еще не все. Нужен сок. Выжимаем одну половинку. И, конечно, главный ингредиент любого теста – это мука. Вводим три четверти стакана, постоянно помешивая. Королева выпечки, ароматных пирогов, тающих во рту тортов – это все она мука-алейка. Видите, на упаковке муки пшеничной высшего сорта – знак российского качества. Он говорит о том, что мука-алейка получила высшую оценку качества не только у нас, но и у специалистов. Добавляем примерно треть ягод и ванильный сахар. Включаем духовку на 180 градусов и достаем форму. Если у вас не силиконовая, то проложите ее пекарской бумагой и смажьте подсолнечным маслом. Заранее предупреждаем, что пирожок будет прилипать ко дну. Переливаем тесто и посыпаем сверху оставшейся ягодой. В духовке малина сама опустится вниз. Отправляем наш английский пирожок на нижнюю полку в духовку примерно на час. Если начнет гореть, просто накроем фольгой. Ну и это еще не все. С нас еще сироп, опять сахар, опять цедра, опять лимон. Теперь в небольшую кастрюльку выжимаем сок, добавляем цедру и сахар 3 четверти стакана. Ставим на небольшой огонь и постоянно помешивая доводим до слабого кипения. Сахар должен полностью растаять. Как только это произошло, снимаем сироп с плиты и ждем наш пирог из духовки. Поливаем сиропом прямо в форме. А вот и он невероятно красивый, летний, солнечный, ароматный. Горячим он может рассыпаться, поэтому лучше всего дать ему отдохнуть после печки и подавать остывшим. Субтитры сделал DimaTorzok